всем привет это я итак начнем с того что я не умею рисовать поэтому не судите строго это видео о моей жизни знаете такое снимали уже очень давно для начала я конечно же родилась логично не правда ли и когда я родилась у меня уже был старший брат который пока я лежала в кроватке уже бегал вокруг меня из детства я в принципе ничего не знаю кроме того что мама мне рассказывала когда она со мной гуляла они познакомились с бабушкой моей будущем лучшей подруги и и мы гуляли ходили друг другу в гости играли мы пошли в один садик выпускной у меня начался на год раньше потому что эта девочка хотела уже переходить в школу я не могла решиться либо остаться в садике еще на год как все либо переходить вместе с ней но я все-таки решила переходить школу мы пошли уже к другим ребятам потому что пошли на год раньше где-то во втором третьем классе я записалась музыкальную школу это была моя мечта в пятый класс мы переходили в другую школу так как у нас было всего две школы начальная и средняя и от этой школы было совсем недалеко до моего дома а перешли мы опять к другим ребятам в другую букву и опять же с этой девочкой в пятом классе мы стали изучать финский язык и по этому уроку по проекту мы переписывались письмами на финском по почте с ребятами из петрозаводска первое мое письмо было две строчки хэйми на улан маша что значит привет меня зовут маша но когда же я получила письмо от девочки из петрозаводска там было столько всего написано и на русском и на финском я поняла что ее также зовут маша я была очень рада по этому проекту мы должны были ехать из лох петрозаводска из петрозаводска в лохи как бы меня с семьями но в первый раз у меня не получилось поехать примерно через полгода ребята из петрозаводска ехали в лохи и в три часа ночи они приехали и я ждала все это время сидя на кровати хотя все думали что я уже сплю до этого мы еще ни разу не виделись поэтому были очень рады потом где-то в классе шестом но будем считать что это был пятый класс 2 3 четверть я сломала ногу поэтому у меня во второй раз не получилось поехать в петрозаводск но потом они снова ехали в лохи и у нас снова с машей получилось встретиться и когда мне надо было ехать в петрозаводск мы виделись с машей и иногда я оставалась у нее на ночевку где-то в шестом классе мы перестали так хорошо общаться с девочкой с которой общались еще тогда когда были очень-очень маленькими мы съездили в москву и мне позвонила мама и сказала что мы переезжаем в петрозаводск на самом деле я уже давно надеялась что мы именно этим летом переедем но это было не точно в седьмой класс я уже пошла в новую школу в петрозаводске мне там понравилось и когда меня мама спрашивала буду ли я переходить в школу которую скоро построят рядом с нашим домом я говорила нет но потом я поняла что надо было узнать их получше и за все переходы к новым ребятам первый в пятый в седьмой хуже всех оказался седьмой здесь у меня появились хейтеры как из этого класса так и вообще со школы и хочу предупредить все хейтеры попадают в чс а когда вы попадаете в чс вы можете написать комментарий подписаться но этого никто не будет видеть мне нравится снимать видео смотреть как другие снимают видео поэтому как бы вы меня не просили youtube я не брошу и если вам не нравится вас никто здесь не держит вы можете спокойно уйти и смотреть видео которые вам нравятся просто не мучайте себя смотря ужасные видео кстати в музыкалку я до сих пор хожу только уже в петрозаводский я перешла в пятый класс а недавно я ходила к окулисту и мне сказали что я буду носить очки я еще с начальной школы хотела их носить по моему это прикольно я уже жду когда вы меня будете называть очкариком если вы считаете это обзывкой и думаете то что я буду обижаться и плакать из-за этого то вы ошибаетесь потому что очкарик носит очки это же логично разве нет и возможно не скоро но я поменяю школу а если вам понравилось это видео почему бы не поставить лайк и не подписаться на мой канал если вы хотите какое-нибудь подобное видео где я буду рисовать какие-нибудь истории напишите об этом в комментариях ну вот и все и всем пока пока